О, мышка как бегает. Вот, жизненный ресурс человека. Видно или увеличить? Увеличить? Да, наверное, да. 75, а здесь 100, допустим, сделаем. Ну-ка, еще? 100, 150. А? По ширине текста. А, по ширине текста. Можно, да. Ну, пока пусть так, да. Тут вот тоже в преамбуле, в аннотации написано, о чем речь. Значит, основным фактором условий жизни человека являются наши внешние условия. Но они, в принципе, можно допустить, что постоянные всю жизнь. И кислорода нам хватает, и еды, и все, пятый, десятый. Но это не значит, что за время нашей жизни клетки, нас создающие, тоже испытывают такое же блаженное состояние. Но такое благолепное состояние испытывают только до того, пока действует программа роста. Как только программа роста прекращается, ну, вероятно, с половым созреванием. Значит, клетки, имея ту же частоту деления и ту же частоту отмирания, значит, частота деления во много раз выше, значит, частоты отмирания. Это заложено природой для того, чтобы организм жил. Получается так, что после полового созревания клетки испытывают неприятности, сжимаются в ДНК, связи появляются. И все, значит, ферменты, которые ремонтируют ДНК, они тоже затрудняются в выполнении своей работы. И таким образом у нас получается вот такой рисуночек. Вот он. Значит, где, значит, мы, где мы видим? Значит, вот это, как он, импульс жизни человека. Есть последний. Частотой не назовешь. Характеризуется только длиной вот этой волны. То есть длиной нашей жизни. Вот это вот до 18 лет идет процесс. Что вы говорите? Не слышно? Нормально? Значит, вот это вот участок до 18 лет, процесс развития эмбриона до половозрелого человека. А далее, это вот как Кассель пишет, и, значит, и еще товарищи Фрелькис, значит, по материалам, Ну, это по материалам исследований в Советском Союзе еще, 88-й год, значит, где, значит, говорится, что средний возраст у нас был там 72 года, вот. Если лет 18-18-72, то получается, вот период геронтологический, то получается, вот период геронтологический равен 3 периода развивающиеся эмбрионы. То есть полная, значит, полная, значит, полная длительность равна 4Т1, вот. Значит, значит, биоритмы формируют, значит, какая здесь, ну, что ли, новизна. Да, геронтология, она рассматривает только вот этот период. Там, говорят, свежий воздух нужен, бег трусцой, и спать хорошо, да, ну вот. Оказывается, что необходимо учитывать и вот этот, вот этот период Т тоже. То есть на этот период можно, значит, влиять чем? Либо частотой биоритмов, а правильнее сказать частотой и фазовым соотношением активной части этого импульса и отдыхающей. части вот этой длинной, да. Значит, это, чтобы это было понятно, мы сейчас переключимся на другой рисунок. Ну, вот тут я написал. Да. Вот он. Значит, это навеяло на такой рисунок, что посмотреть, как растет дерево. У дерева два гомеостатических уровня, то есть сезонные, зимний и летний, где идет развитие летом более активное, а зимой оно как бы на биосе потихонечку идет, но зато дерево растет и растет себе. Значит, вот, если этот принцип переложить и на живые организмы, то можно, значит, вот, смотрите, что здесь. Вот это первый, это фронт, который обеспечивает эмбрион, поскольку разный у всех бюджет, вот это первый эмбрион. А дальше система привыкает к циклам. Вот это цикл, когда у нас природный, вот одна половина и вторая половина по времени действует. Активная часть – отдых, активная – отдых, активная – отдых. Вот это естественная характеристика, по которой все животные живут. С восходом просыпается, с заходом солнце – да. Вот. А что у нас получается? Мы с нашим социальным циклом увеличиваем активную часть и меньше отдыхаем. Меньше отдыхаем, и таким образом у нас вот этот фронт становится круче. То же самое можно сказать, это вот, это были суточные ритмы. А это на одном графике я положил сезонные ритмы. Вот это когда сезон идет пополам, зима-леток, это средняя часть России. Вот он идет вот так вот. А это когда, значит, мы все-таки зимой начинаем увеличивать активный сезон. То есть увеличение активности, проявление активности составляющих элементов организма приводит к крутизне. Если это в более мягком режиме идет развитие физиологических процессов, то, значит, фронт, да. К чему это могло привести? А могло быть то, что человек два вида было. То есть может быть даже больше, поскольку все зависит от чистоты эмбриона. Некоторые, значит, люди могли оставаться молодыми лет до сорока, и тогда у них период жизни был бы там очень, ну, больше, чем у нормальных людей. Нормально – это когда их большинство, я имею в виду, да. Вот. Но такие люди, допустим, в Риме могли считаться богами. Они, потому что три поколения проживали, они все живут, вот, и мыслят. Но такие люди могли быть, в принципе, выбиты за счет частых войн, и не доживая сорока лет провозренности, просто этот вид, подвид человека мог быть уничтожен. Вот. Но это не значит, что он не мог быть. Значит, что еще можно тут добавить? Тут вопросов нет? Если есть вопросы... А, вот здесь вот еще я, значит, покажу. Значит, сколько... Я просчитал, сколько лет можно жить, если, допустим, увеличить период Т1. В режиме С, где Т1-18, это нормально 72 года. В режиме Д, где Т1 увеличен, там, в отношении АДКЦ, он проживет 87,2 лет. В режиме в другом – 127, и в режиме почти там 4, он проживет 165 лет. Вот такие вот цифры получились. Ну, они цифры реальные. Вот. Какие выводы? Значит, выводы такие, что то, что на Кавказе пастухи живут больше 100 лет, правильно живут. Ну, не только потому, что там воздух, пища неотравленная, но и потому, что они с овцами засыпают, с овцами пробуждаются. Это, пожалуй, самый главный фактор. То есть, они привыкли к этому биоритму. Вот. Ну, что можно сказать? Природа, заложив повышение интенсивности на рождение клеток над интенсивным их отмиранием, гарантировала организму жизнь в целом, предопределив этим неизбежное окончание жизни, организма и продление его только продление его вида. Так, что еще забыл сказать? А, про женщин забыл сказать. Значит, про женщин получается такая вещь. Значит, что вот период, когда она начинает носить плод, то у нее получается место для того излишка на раздающихся клеток, чтобы этот излишек на плод пошел. Она некоторое время, то бишь, 9 месяцев, вроде как остается в своем возрасте. вытеркивается вытеркивается вот это и дальше опять идет дальше. Если на второй раз рожает, значит, второй раз. Отсюда получается видно, почему она на 9 лет, а это 9 лет, говорят данные наших исследователей, живет в среднем дольше. Значит, вот выводы какие. Выводы такие. Ребенка нужно обязательно давать высыпаться хотя бы до 6 лет, чтобы он высыпался. Второе, значит, прерывание сна будильником это один из факторов сокращающих импульс жизни человека, его жизненный ресурс. Если научиться в период созревания человека циклически включать и выключать программу роста, ну, вероятно, изменять частоту деления клеток, то можно увеличить жизненный ресурс человека. Так пусть же сегодня девизом человека будет человек 100 лет. Спасибо. Спасибо большое. 60 на 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 60 больше 100 лет. Они женятся в 96 лет. Такая информация. А вы знаете, не расходятся с тем, что я доложил. Не расходятся. Женятся, то есть у них период полного созревания, если они больше. Совершенно верно. Такой образ жизни. Но если и страшно, если в период созревания их кто-то принудительно значит закончит их жить, тогда они могут вымыть. А в пещере сидят и пусть сидят. Хоть 200 лет. Вопрос такой. Вы говорили, что вы инженер, а вот вы ввели показатели, как раз характеризующие сердечно-сосудистые системы. А медики как на это реагируют? Вы вообще докладывали? Я значит первый раз докладываю в расчете, что может быть я здесь встречу кто мог бы эту рецензию дать. Или по крайней мере я говорю, что методика вот которая она первая. То есть я сначала модель сделал, а теперь с этой моделью в медтехах там у них все есть и компьютерщики и все они. Здесь вам нужно медикам доложить. Ведь вот допустим если вена была равна единице минус единице сопротивление значит она чистая из колодца сердце мы черпаем чисто. Но если вена засорена то получается сопротивление больше единицы и уже смещение будет по оси не минус единиц а больше. А вот эта точка которая характеристику индивида держит а сольется на месте поэтому крутизна характеристики биорегулятора будет меньше и способность регулировать состояние заложенное в гомеостазе вот в этом диапазоне регулирования она будет меньше тоже наклон регулирования будет меньше вот какие вопросы еще докладчику вопросов пока нету вот я что хочу сказать я еще хочу сказать что я значит принимал участие значит на форуме 2000 там у меня было сообщение исследования механизма трения в 2006 термодинамические модели процесса трения в 2008 универсальной характеристика механических свойств горных пород в 2010 в 2010 году это доклад заявленных докладов у нас сейчас наступает время как круглый стол поэтому все желающие могут подойти еще одну последнюю мысль в прошлом в 2010 году в природе нет случайных процессов доклад назывался и вчера значит госпожа Зубикеева сделала очень интересный доклад который меня порадовал потому что он с моими взглядами она практически данные привела вот что все в природе просчитывается и прошлое и настоящее все 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 да только мы либо следуем этому либо можем потому что реальность и много да так вопрос пожалуйста да вопрос если можно в микрофон не слышу включите пожалуйста вы не знаете существуют ли искусственные способы изменения времени вот этих процессов то есть вливания и времени жизни раз да способ не времени практика этих процессов раз 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 первый этап второй этап длительности импульса изменения действовать на это на эти процессы технология долгожительства надо спасибо спасибо